Новый стадион «Энергия» стал первым муниципальным спортивным учреждением в городе, поскольку остальные находятся в ведении городообразующих предприятий. Решение построить на этом месте городской стадион было обусловлено тем, что еще год назад из окон близлежащих домов и первой школы открывалась довольно неприглядная картина – старая хоккейная коробка и пустырь. Сегодня все по-другому. Спортивный комплекс был построен практически за год. С новым многофункциональным современным стадионом поздравил жителей Ходькова глава Сергея Посадского района Сергей Пахомов. В последнее время город Ходьково преображается и действительно становится очень красивым городом, городом удобным для жизни. Прекрасная пешеходная зона в центральной части города, кинотеатр. Недавно открывали дороги, ремонтируют сейчас. Ехал сюда парк прекрасный, о котором мы раньше, наверное, только очень аккуратно мечтали. Школу искусств открыли. Вот сегодня небольшой стадион. Пользуйтесь всем этим на здоровье. А у нас с Ритой Гординой еще много работы. Мы будем продолжать строить и делать наш город еще краше, еще удобнее. Там, где появляется стадион, там появляется спорт, развивается. Поэтому Федерация хоккея Московской области, конечно, будет содействовать. И далее ваша команда, конечно, будет представлена в наших соревнованиях. И на достойном уровне, потому что мы знаем, что хоккей в Ходьково – это один из главных видов спорта. Хоккей богат традициями. И появление этого стадиона вполне естественно, логично. Поздравляем вас и желаем успехов и побед. Первый муниципальный стадион – это только начало, уверена глава городского поселения Ходькова Рита Тихомирова. Мы в самом начале пути. Впереди у нас еще много спортивных проектов. Потому что сегодня по-настоящему символично, что энергия возвращается в город. Энергия, задор, здоровье возвращается и настроение. Рады, что такая площадка появилась? Да. Ну, расскажите нам, чем она хороша? Ну, можно в футбол играть. В тех, кто смотрит выступление, каратэ, киоку всегда. Покрытие нравится? Удобное? Да. Очень рады, что рядом такая площадка. Будете приходить играть? Конечно, будем каждый день приходить. В спортивный комплекс входит многофункциональная хоккейная коробка, которая в летнее время делится на сектора для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Рядом расположена трибуна, площадка для воркаута, теннисные столы и корпус с теплыми раздевалками и тренерскими комнатами. А по периметру идут легкоатлетические дорожки, покрытые современным резиновым покрытием. На открытие первого муниципального стадиона приехали знаменитые спортсмены. Мы восхищались всегда бразильцами, они ведь начинали или на пляжах, или на маленьких площадках. И дай бог, чтобы вот такие вот строились. Теперь главное не собирать с родителей деньги, а чтобы они здесь занимались бесплатно. Многие говорят, что когда нет условий, больше мотивации, и можно и так заниматься, и добиваться. Но я с этим не согласен, потому что когда есть такие условия, и правильная голова на плечах, если ребенок сам хочет добиться чего-то, и рядом тренер, родители, то намного быстрее, намного лучше все это получится в дальнейшем в спорте профессиональном. Ну а даже если не получится в профессиональном спорте, детям есть куда выйти всегда, позаниматься спортом, отдохнуть. И правильно вот было сказано, что самое главное, чтобы за это все они не брали деньги, а дети могли заниматься бесплатно. Ну и, собственно, хранили это все и берегли, потому что это все равно стоит немалых средств, за этим нужно обязательно следить, и детишки должны это все сами сохранять. Заниматься любительским и профессиональным спортом здесь смогут как жители близлежащих микрорайонов, так и ученики школы номер один. Двери энергии открыты для всех желающих в 7 утра до 11 вечера. Свои занятия здесь будут проводить и воспитанники местных спортивных секций. Зимой хоккейную коробку планируют заливать льдом, и можно будет покататься на коньках. Ирина Самойлова, Татьяна Трушкина, Валерий Плугатаров. День города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова